Первое, что нужно сделать в первый день после новогодних праздников – оценить масштаб бедствия. Приблизительно подсчитайте, сколько выпили за каникулы. Ежедневное употребление алкоголя – серьезный удар по организму, который ведет к накоплению токсинов и нарушению обменных процессов. А отсюда слабость из-за нарушений электролитного баланса. Поэтому особенно важно после злоупотребления алкоголем восполнить содержание калия. Тут помогут бананы, помидоры, томатный сок, компоты из сухофруктов. И обязательно пейте много жидкости, желательно не менее двух литров воды в день. От нехватки воды у нас и голова начинает больше болеть, и кожа начинает хуже становиться, ощущать волосы выпадать. Плюс еще у нас из-за того, что меньше воды, наш организм начинает все-таки немножко метаболизм затормаживаться, и поэтому у нас все состояние усталости, апатии из этого появляется. Очень важно также войти в правильный режим сна. Во время ночного отдыха вырабатывается гормон счастье, который защищает организм от стресса, регулирует уровень артериального давления, участвует в обмене белков, жиров и углеводов. Что еще необходимо? Переходить в нормальное питание. Если мы хотим похудеть после новогодних праздников, резко опять же делать этого не стоит. Мы возвращаемся до новогоднего состояния, когда мы ели в том же самом режиме, и уже потом, через несколько, 3-4 дня мы можем себе, к примеру, разгрузочный день устроить. А лучше всего проконсультироваться, конечно, с профессионалом, с эндокринологом или диетологом, который вас направит, посмотрит патологии какие-то имеющиеся, потому что это может быть чревато. Если за праздники вы набрали лишние килограммы, резко похудеть не получится. Внезапные строгие ограничения в еде приведут только к стрессу. И даже если вам удастся скинуть 2 килограмма, вы тут же наберете 4, как только войдете в привычный ритм. Не исключайте из рациона любимые высококалорийные продукты, но ограничьте их употребление. Тогда вы постепенно привыкнете есть их реже. Это общий совет и диетологов. Но у каждого человека есть свои секреты восстановления организма. Ну, после праздников я вечером прогулялся по морозцу. И сегодня утром прислал на работу тоже по морозцу, подышал, как говорится. И внутреннее душевное и внешнее состояние восстановил горячим чаем, который допил. А по приходу на работу удивился, что все говорили, похож на день мороза. Борода, красные щеки. За это кое-кому раздал конфетки. Ну, прежде всего, нужно любить свою работу, чтобы стремиться после таких длительных новогодних праздников попасть на нее. И если ты, придя на работу, нашел там для себя занятие, то есть уже тебе готов фронт работы, ты быстро приходишь в себя. Ну, на самом деле, я правда посоветовал бы для начала сильно из себя не выходить, чтобы не приходилось в себя потом долго приходить. Но советую выпить горячего чая, удивиться восхитительной погоде и постараться не умереть по дороге на работу. Прогулки на свежем воздухе. И надо собрать дома все конфеты, которые, и выкинуть их. Это, наверное, самое главное. И, не знаю, интервальное голодание. Самое главное, не надо себя мучить. Входить в рабочий ритм спокойно. Сначала можно запланировать какие-то вещи, ну, например, что вам нужно сделать на этой неделе. И потом просто спокойно, потихонечку выполнять все эти дела. Радовать себя какими-то мелочами, например, там, чай или кофе с какой-нибудь вкусняшкой. Поговорить с коллегами, поделиться, как провели все эти выходные. И еще психологи советуют принести на работу новые констовары, поменять рисунок рабочего стола на компьютере и не задерживаться в первый рабочий день в офисе. Виктория Шарая, Ольга Павлова, Константин Головин. События.